Из журнала «Урал» я ушел потому, что пришел новый министр, но я никогда об этом не говорил журналисту, вам скажу. Пришел новый министр, который стал мне говорить, как надо журналом руководить. Я 11 лет там работал, таскал бачки с журналами. Олегом Метровичем Капарейко, Царственной Небесной, тоже совсем недавно, в прошлом году. Мы работали, по-моему, тираж подняли в журнал. «Урал» был интересный, хотя стали сейчас, когда я ушел оттуда говорить, что я все это в финансовую яму завалил. Там не было 40 лет ремонта, я угрозил Ветрову, она сделала нам ремонт, дала денег. Что-то, я не знаю, делал, по-моему, интересный журнал, какие-то приложения и все такое прочее. Но, пришел новый министр, сказал, что надо вот так, а не так надо, не так, а вот так. Я сказал, хорошо. Взял отпуск, 11 лет не был в отпуске. Взял отпуск, после отпуска написал заявление о том, что у меня очень много работы в театре. Я не хочу работать. Я очень не люблю, когда мной руководят и говорят, делай так и вот так. Я сам знаю, как надо делать. Особенно, когда артисты еще тоже. Когда чиновники, это вообще противно, вообще отвратительно. Нечем мной руководить. Когда артисты еще говорят, значит, я пойду налево или пойду направо. Я помню, я оставил спектакль в театре «Современника», актриса большая, очень любила. Значит, так, я вот туда пойду, вот тут я возьму микрофон, тут я спою песню, а значит, я потом вот так повернусь. Я так сидел в зале, говорю, а я не нужен? Ну, я зачем здесь, если я режиссер, а значит. Но, вообще не люблю, когда мной руководят. Как-то вот хочу быть свободным человеком достаточно. Если артисты тоже начнут что-нибудь там говорить. Вот Федорову очень часто. Да не так надо делать, а вот так. Я говорю, да трей. А я сейчас башку открыл. А семена? Да еще. Да еще круче. За 10 дней до премьеры, когда придет, там все сыро, еще несложно. Коля, ну как ты все это сможешь? И меня прям начинает бесить. Ну, я сейчас его убью, старая коза. Складывал 354 раза, а в этот раз не сложу, конечно же. Ну, конечно же, не сложу. Ну, а как, безусловно? Ой, не знаю, сидит, воняет, воняет, воняет. Что, не так, что ли? Николай Владимирович, а есть ли пьеса, которую вы страстно мечтаете поставить, но не знаете как? Нет, таких пьес нету. Были бы так. Нет, я не буду никогда ставить Островского. Я больше никогда не буду ставить Чехова. Я не буду ставить Булгакова. Ну, потому что мне не нравятся эти пьесы. Зачем я буду браться? Сейчас мы, большие трудности у нас с написанием, так сказать, пьесы под названием «Ричард Третий». Вот сидит перед вами Ричард Третий. Что пьеса чудовищная. Было дело так. В прошлом году мне, значит, припекают мои сотрудники. Говорят, срочно надо оформить грант на какую-нибудь пьесу, на какую-нибудь там, на что-нибудь. Грант Министерства культуры готова дать. Я говорю, ну чё, 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 чё там есть? Ну, Ричард Третий, давай, пиши. Они написали, дали 600 тысяч нам на производство этого спектакля. Всё, всё. Начали репетиции, задние репетиции. Я открываю пьесу, читаю. Мама дорогая, а что мне делать с ней? А что мне делать? Пьесы нет. Катастрофа. Есть только какой-то миф, легенда, что есть какая-то великая пьеса под названием «Ричард Третий». А там нет ничего. Что с этим делать? Не знаю. Начали вырезать, выстригать, приводить в порядок. Выстригают, как с пьесой «Маскарад» было то же самое. Катастрофальная пьеса. Тоже так же. Вот давайте оформим «Рад», давайте. Деньги получили, отчитаться приходится. С пьесой «Гамлет» тоже пришлось побороться. Ну вот, вроде сейчас пришли к какому-то финалу, и получается такой невероятно зрелищный спектакль. Страшный, красивый. Пу-пу, его Олег, по-моему, роль. Ну, у всех там, все на сцене, три человека, по-моему, на сцене находятся. Так что, вот теперь, когда будем оформлять какие-нибудь гранты, ну, гранты определяются, потому что это деньги. Нам тяжело, конечно, приходится. Мы живем только вот благодаря тому, сколько продадим билетов. Вот такова наша зарплата. Повысить цену билетов мы не можем уже. Ну, к нам ходят не такие уж и богатые люди. Хотя, например, на первые три премьерные спектакли, первый ряд мы сделали полторы тысячи рублей. И билетов уже нет, слава тебе Господи. Вот на Ричард Третий. Поэтому, ну, ну что, будем так думать над тем, что ставить в будущем. Ну, вот я сейчас ставил пьесы, только что параллельно с Ричардом Третьим, ставил две пьесы моих учеников «Дома, дороги» в центре современной драматуре. Ну, прекрасный получился спектакль, где все понятно. Когда мне все понятно репетициях, и актерам все понятно, то нет никаких проблем. Все идет, двигается. Есть где поплакать, есть где посмеяться. Когда вот такой монстр под названием Ричард Третий, каша, каша какая-то, 354 персонажи. Кого-то все время приходят, говорят, убили за кулисами. Убили. Его убили. Кого убили? Еще кого-то убили. А этот мне брат, а этот мне сват. А кто кому брат, сват? Какая история? Вообще понять невозможно. И всех зовут Хедвардами и Ричардами. И всех зовут Хедвардами и Ричардами. Глостер, Глостер. Кто какой Глостер? Кто кому мама, папа? И зачем это надо? Сегодняшнему зрителю, как он заприкасается с сегодняшним днем? То есть вы заявляете, что Шекспир плохой драматург? Ай. Места. Король Лир. Хорошая пьеса Гамлетт. Тоже, если ее почикать так. Прекрасная пьеса. Какой ваш любимый драматург? Мой любимый драматург кто? Калита. Барина, иди сюда. А что она не идет? Не знаю, Марина. А что она там сидит? Я хочу цветы продать. Давай цветы. Ну, товарищи, задайте вопросы актерам. Вот у вас сидит Василина Маслорцева, замечательная актриса. Саша Кучик совсем мало что-то говорил. Зимина уже много, ей уже хватит. Я уже ничего не говорила. Хватит уже. Не даю сейчас. Это же профессия. Вы же не так, что одна репетиция и все. В какой роли ты хотела появиться на сцене? Ладно, она во всех появилась, Женечка. Женечка, я тебе должна сказать, все, что я получаю, я такая радая. Вот я у него была тут занята, 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 вдруг начинается так, с Ричарда ее убрать, дома дороги убрать, вот только фиолетовые облака. Не дают прорваться, не дают, а мы готовы работать 48 часов в сутки. Мы тоже страстные, только нам некогда. Давай с другого конца, что хотела сыграть. Василина Маковцева, что ты хотела сыграть? Да, Василина, говори. Да, мне достаточно того, потому что есть, а потом еще появится, и все нормально. Нет, я хотела сказать спасибо Марине, действительно, сегодня спасибо Александру. Ребята, вы представляете, как это необыкновенно? Вот Марина ухитрилась нас всех снять в том подвале, который вообще сейчас. Вот мы проходим, мы проходим мимо, а его практически не видно, света нет, все. А мы там жили, мы там работали, к нам приходили люди, мы видели, когда его разрушили. Если бы вы знали, как это было страшно, когда мы вошли в театр, а сцену порубили. Я понимаю, что он говорил, но я играла спектакль. Но все равно, Маринка, милая, как это здорово, что ты ухитрилась вот этот момент. Сколько они сидели, они смотрели спектакли. Вот вы понимаете, мы только должны были начать, она, Лена, Ильина, они сидели, Любушка. Вот мы все тогда начинали, понимаете, и вот этот момент все-таки зафиксирован, он есть. Наши помывы, наше начало, все. Господи, как это здорово. Да дай-да тебе, да бог, да здоровья, как это здорово. А давайте спросим Марину, а готова Марина снять продолжение? Десять лет спустя, например, вот, ответьте. Десять лет спустя, например, ужас, летящий на крыльях в ночи два. Как это случилось? Как с опечаткой случилось? Был ужас летящий, несущийся в ночи, да, написали? И тогда будет фильм первый, летящий в ночи, фильм второй, несущийся в ночи. Раз уж как, я к тому решила, Томика, взять микрофон. Просто я не просто запечатлевала тогда время, я рассказывала о любви в этом фильме, о любви моей к этому театру Коле, честно говорю, и о любви Коле ко всему, что он там делал. Для него гвоздик там был родной, а я не могла вот это смотреть, это равнодушно, невозможно было на это смотреть равнодушно. Захотелось прозвать Лёнию Илюхина, замечательного, в принципе, оператора, и чтоб и Лёнька всё бесплатно снимала. Мы работали вот на честном слове. Вам это удалось. Спасибо.